Свою любовь, всю свою заботу вкладываем в близкого человека и потом... Уже работает, да, микрофон? А, она просто тело, да? Потом оказывается, что мы ему не нужны, люди расходятся, и это вызывает сильный стресс. Даже без... Я вроде бы не хочу, как в Риге ко мне женщина подошла, она говорит, я не хочу уже так много думать об этом человеке. Ну, я не хочу считать его своим, если у него уже давно другая семья, он живет у другой женщины, уже вообще забыл про меня, а я постоянно думаю, думаю о нем. Видите, даже без нашей воли, без нашего желания происходят вот эти вещи. И это уже наказание, потому что человек должен осознать одну простую истину, что в этом мире, в котором мы живем, все временно. Никто с нами навечно рядом не останется. Ни муж, ни дети. Все имеет временную природу. Но если мы служим, честно, всем служим, заботимся обо всех, тогда мы не жалеем ни о чем. Человек не жалеет, когда он правильно себя ведет со своими родственниками, когда он правильное поведение, у него внутренний правильный настрой. Он не жалеет ни о чем. У него только светлая память в сердце остается по поводу тех, кто был рядом. Это правильная любовь. Есть такой пример. Есть один человек, который ушел из жизни. Я постоянно молился, думал о нем. Ну, он очень возвышенная личность. Он жил во Вриндавге, в святом месте. И я несколько лет жизни провел рядом с ним. То есть, учился у него, как жить для Бога. И он ушел из жизни очень возвышенно. И у меня нет ощущения до сих пор, что он его нет. Я чувствую присутствие этого человека, его участие в моей жизни. Ну, то есть, душа, она вечно природу имеет. Мы связаны даже с теми, кто уходит из жизни, даже с родственниками. Мы с ними остаемся связанными и дальше. То есть, нет такого, чтобы мы расстались. Никто не расстается ни с кем. Но почему возникает стресс? Стресс возникает не потому, что мы любим кого-то. Любовь никогда не вызывает стресса. Стресс возникает из-за того, что мы не любим, а хотим счастья от кого-то. Это разные вещи совершенно. Любовь означает служение. А желание счастья означает наслаждение, привязанность. Мы хотим наслаждаться кем-то. Вот это желание наслаждения, оно вызывает стресс. Страдания в жизни каждого человека приходят неожиданно и постепенно таят. То есть, страдания неизбежны. Мы живем в этом мире, и мы будем страдать все. Хоть и Олег Геннадьевич, хоть и не Олег Геннадьевич, все равно придется страдать. Бывают кратковременные страдания, которые не обладают большой силой. Бывают страдания, которые длятся несколько месяцев, допустим. Бывают очень длинные страдания, которые длятся, может длиться год, два, допустим, какая-то ситуация. Но даже в этом случае не всегда это можно назвать стрессом. Понимаете? Стресс это не страдание. Стресс это когда человек теряет свою жизненную нить. Когда он не понимает, зачем ему дальше жить. Вот это вот уже стресс. Вот это разница между страданиями. Страдание означает, что у тебя есть какая-то трудность в жизни, ты ее преодолеваешь. И бывает так, что даже страдания не вызывают у человека стрессовое состояние. Ну, то есть, страдание есть, но это как рабочий момент такой в жизни. Мы просто трудимся над этим. Страдание есть, мы трудимся. У нас идет процесс движения вперед. И это нельзя назвать стрессом. Стресс означает, что человек не понимает, зачем ему жить дальше. Вот это вот называется стрессом. Извините, что я так сказал, чтобы что-то грустить. Иди у меня на лекции. Первый раз. Я удивлен. Я думала. Я удивлен, что вы уже 12 лет мою лекции слушаете. Это для меня трясение. 14, да? 10. 10. Это удивительно, когда человек столько с тобой общается. Я бы, наверное, днями не стал слушать свои лекции. Я всегда удивляюсь этому, такое постоянство людей, верности. Есть же у хорошей лекции, чем я. Можно другие лекции послушать. Более возвышенная личность. Вообще у вас, можно сказать, у вас очень испокаживающе плохо. Когда мне было очень плохо, 6 назад, я только из этих выжил. Да, нечестно вам скажу. Это мое мнение личное. Это не так. Спасибо, но это я, как говорится, от чистого сердца. Цветовку тоже сказано. Нет, тоже от чистого сердца. Полаган, что цветы будут раздаваться. То есть, есть временное страдание, есть страдание средней продолжительности, есть длительное страдание. Но если человек имеет высокую цель в жизни, это нельзя назвать стрессом. Стресс означает, что теряется смысл жизни. И потеря смысл жизни может быть кратковременной. Это называется стрессовая реакция. Она возникает вот так неожиданно. Друг предал. Может быть, ты не сильно ему и доверял, но как-то ты пережил это. То есть, он предал тебя, но ты пережил. Может быть, это было не так серьезно. И все нормально. Тогда стресс, ну вот этот выход из состояния нацеленности в жизни продолжается не так долго, может быть, несколько месяцев, то это называется стрессовая реакция. И обычно стрессовая реакция указывает на то, что была поражена не высшая цель жизни, а просто какая-то... Есть разные цели, веселая градация цели. То есть, есть высшая цель жизни, есть жизненно важные цели. Например, жизненно важно заниматься своим здоровьем. Это жизненно важная цель. Если ты этого не делаешь, то твоя жизнь будет в опасности. Есть просто важные цели. Допустим, получить образование. Это важно для жизни в целом. Но жизнь в опасности его будет, если ты образование получишь. Есть трансцепенные цели. И стрессовая реакция означает, что поражается очень высокий уровень целей уже. Жизненно важные какие-то цели поражаются у человека. Но стресс возникает реально, когда поражается высшая цель жизни. И, к сожалению, мы умудряемся высшей целью жизни делать постройку дома или своих детей, или своего близкого человека. Это неправильно, но это возникает спонтанно. Мы не можем контролировать эти вещи по факту. Иногда стрессовая реакция возникает при смене страны. Человек приезжает в другое место жить, и у него сужается пространство. То есть он чувствует, что здесь как-то все серо, невкусно. И как бы не нравится все это. Ну, то есть это в ведах называется раса. Раса означает вкус, вкус к жизни. И для человека вкус к жизни имеет очень большое важное значение. Но большинство людей не знают об этом. Допустим, человек приезжает в другую страну жить. А у него есть определенный вкус к жизни, плюс вкус к отношениям. Как мне один знакомый рассказывал, он побыл в какой-то западной стране какое-то время. Командировки, что ли, несколько месяцев. И как-то определенный вкус к жизни его не были в другом времени. И он так начал скучать. А потом приехал в Россию, и когда его прямо на таможенной границе там обматерили, он обреченно вздохнул. Стал бить. Он назвал это раса, вкус к жизни. То есть его немножко отличался от Европы. Ну, это так, к слову, сказано. У кого-то, наоборот, приезжает в Россию, ему невозможно там смотреть на эту грязь, и сказать, что тут раса, вкус к жизни, другое. Ну, то есть у каждого человека свой вкус к жизни. И когда он меняется, то может наступить стрессовая реакция. Но маловероятно, что это вызовет стресс, потому что стресс означает, что ты вообще не видишь смысла жизни. То есть если ты живешь ради своей страны только, и цель своей жизни твоя страна, то тогда это может вызвать уже стресс серьезный. Некоторые люди вот так влюбляются в свою родину. Они живут ради своей страны, и если они попадают в другую страну, то они тогда печалятся, и не могут уже там жить, потому что они привыкли к своей родине. Им нравится так. Но и это тоже не является правильным попаданием. Потому что человек должен привязываться только к Богу, только к святости. Потому что эта привязанность является самой устойчивой. Вкус к святому человеку и к Богу не теряется в течение многих-многих жизней. Человек этот вкус вспоминает потом и опять заново идет этим путем. То есть это невозможно потерять. Я когда почувствовал, что для меня не хватает чего-то возвышенного в жизни, то я был совсем юным еще, мне было 12 лет, где-то 13-14. В это время я оттянулся к духовному. И я искал, искал свою духовность, свою веру. Я искал, пытался найти. И как только я столкнулся вот с ващнавской культурой, я сразу понял, что это мое. Причем это произошло гораздо раньше, чем я вообще начал заниматься этой практикой. То есть это произошло где-то в 1988 году. Я увидел книгу, где вот нарисовано, это подпольное было издание, там было нарисовано, как вот ващнавы идут в танцы вот так вот. И эту книгу подпольную, такое подпольное издание, одна моя знакомая на Арбате купила, ну подпольно, купила эту книгу. И когда увидел, я посмотрел на картинку, говорю, это, ну я этим в прошлой жизни занимался, давай книгу. И где-то 2 часа она сопротивлялась, потом заплакала, отдала и ушла. Я буквально эту книгу просто рэкетировал. То есть у нее просто ее в эту книгу. Но я не был тогда готов это все принять, я начал читать, и я не смог глубоко полностью все осознать, что там было написано, и поставил на полку, понял. Он также считал, что это мое, но что я пока вот не готов. И вот этот поиск Бога, он может длиться достаточно долго. Но пока человек не почувствовал вкус отношений с духовной жизнью, то это нельзя назвать стрессом, если он без этого живет. Стресс возникает, когда наступает отмена. Вот мы имеем какой-то вкус к жизни, получили какой-то вкус к жизни, потом раз, его нет. И вот это называется уже стрессом. Ну то есть человек верит, вот в это живет, ради этого и этого нет. Он теряет то, от чего получает счастье. Допустим, женщина теряет своего ребенка, она может реально, ну, есть такой феномен, что она продолжает с ним нянчиться, хотя его уже нет. Она как бы, то ли галлюцинации идут, то ли что, она как, ну, его баюкает, там, укладывает спать какое-то время еще. Но при этом ребенка нет уже, он не присутствует в этом мире. Это вот это развернутое стрессовое состояние. Вот так вот происходит. И причина, почему человек впадает в такое состояние, заключается в том, что он не был готов получить то счастье, материнское счастье, женщина не была готова получить, потому что у ней нет высшей цели в жизни. Ну то есть психика сразу, ребенка ставит высшей целью. Все, по свиданию, какие-то аргументы и варианты. И потом, естественно, это приводит уже к стрессу, потому что ребенок не может быть высшей целью жизни. Рано или поздно приход придется пострадать от этого, понимаете? Ну, самое ужасное, если это произойдет тогда, когда ребенок вырастет и мать поймет, что она ему не нужна. Вот это вот реально как бы вызывает проблемы уже серьезные в психике женщины. Такая женщина, она сама того не желая, начинает стареть. Ну то есть, если женщина не нужна своему ребенку, она теряет красоту, счастье в жизни. Ну и она как-то мрачнее просто, понимаете? Потому что, когда человек для кого-то живет, он всегда счастлив. Когда нет для кого жить, он увядает. Его жизнь увядать начинает. Поэтому надо очень хорошо понимать, как это все работает, прежде чем углубляться в отношениях. Надо просто служить своему ребенку, надо заботиться о нем. Но всегда именно Бога считать высшей целью своей жизни. Именно по этой причине и ребенку будет лучше и тебе. И если у ребенка что-то будет происходить тяжелое, то ты не будешь ломаться от этого, как подпиленное дерево, а будешь помогать ребенку. Потому что ты являешься источником силы для него, а не берешь силы от него. Почему возникает стресса? Потому что мы присосались к какому-то источнику, берем от него силы, а этот источник временный. Он не является постоянным. И он обязательно закончится. Время его действия придет к концу. И в результате человек теряется в жизни, потому что человек не может жить без солнца. Понимаете? Если он как бы путает светлячка с солнцем, то тогда придется разочароваться. В этом возникают проблемы. Но мы сейчас с вами говорим о стрессе, который возникает в результате того, что человек выбрал какую-то неправильную цель в жизни. Следует знать, что есть еще другие виды стресса, которые, в общем-то, не связаны с выбором цели жизни. И по факту они протекают немножко иначе. Эти виды стрессов скорее являются пусковыми реакциями для каких-то тяжелых событий, нежели самим стрессом как таковым. И вот такие виды стресса, которые я сейчас вам объясню и расскажу о них, они возникают в результате влияния прошлой судьбы. Ко мне сегодня одна девушка подошла и сказала, что мне тяжело очень заниматься духовной практикой, я не чувствую никакого счастья. И это ее высказывание указывало на две вещи. Первая вещь — это стадия развития в духовной жизни определенной, потому что на первой стадии человек испытывает очень много духовного счастья, и это духовное счастье идет как подарок от Бога. Потом дальше идет вторая стадия, когда человек своими силами уже должен трудиться для того, чтобы испытывать духовное счастье в отношениях с Богом. Бог перестает давать свои подарки. Но у нее на вот эту стадию вторую наложилась другая вещь, которая называется стрессом, связанным с влиянием Сатурна. То есть когда приходит плохое влияние Сатурна, то у человека немножко меркнет восприятие мира. То есть он чувствует, что у него появилась какая-то усталость внутри, у него нет сил, то есть он чувствует, что ему то же самое, что раньше, делать гораздо тяжелее. Он чувствует психическую слабость также. То есть эта психическая слабость означает, что трудно переносить переезды, допустим, или какие-то трудные, допустим, трудные, ну, аскезы совершать тяжелее, чем раньше стало. Также стресс, связанный с влиянием Сатурна, может действовать таким образом, что человек лишается возможностей в жизни. Например, ему тяжелее найти работу или удержаться на своей работе. Человеку тяжелее жить в обществе людей. Некоторые люди просто вообще, когда Сатурн надавливает, они вообще не могут просто в принципе работать. Они идут на работу и просто невыносимо для них работать, потому что нет сил. Часто это именно у женщин бывает, у мужчин в этом плане проще. Но у женщин бывает так, что если стресс по Сатурну идет, то просто человек не может работать, у него нет сил, и он сидит дома. Иногда вот это вот влияние Сатурна вызывает тяжелые головные боли или давление просто как будто что-то давит на тебя снаружи, и человек от этого страдает. Все эти вещи надо знать. Это ничего общего с деятельностью разума не имеет. Это состояние является просто испытанием, которое посылает Сатурн для того, чтобы человек стал крепче. Если в это время он занимается аскезой, совершает больше, понимаете, вот эти вот, ну вот когда давление Сатурна идет, что нужно делать? Нужно знать, что в это время нужно просто больше усилий прилагать для поддержания своего нормального здоровья. Нет, смотрите, вот давайте разделим две вещи. Первая вещь — это стресс, когда, вот допустим, близкий человек ушел, или тебя выгнали с работы, а ты ради нее жил всю жизнь. Или, ну как, допустим, тебя в тюрьму посадили, а ты хочешь свободы. Ну, то есть, когда человек чего-то хочет, и его главным в жизни является вот это, а он этого не имеет, тогда наступает такая ситуация, что человек чувствует, что ему незачем жить. Вот незачем жить просто, понимаете? Это называется стресс. А есть еще другое, когда у тебя все нормально, ты живешь, все хорошо, но наступает неожиданно в жизни такое состояние, что у тебя теряются силы, у тебя нет возможности что-то делать в жизни. И вот это вот вызывает отчаяние внутри, чувство несправедливости, и, ну как бы, потерянность определенную. Это тоже можно назвать стрессом. Но это не тот стресс, который вот развернутый, который имеет свои стадии, 14 стадий, которые я буду чуть позже объяснять. Вот это просто новое испытание, которое укрепляет человека или ломает его. Одно из двух. Просто надо понять правила. Если вы попали в такую ситуацию, что у вас тяжелее найти работу, тяжелее работать, тяжелее напрягаться, очень напряжено внутри все, болит голова, больше усталости, больше вялости, больше тяжелее как бы жить, скованная жизнь, допустим, вы не можете куда-то поехать, вас лишили права выезжать из страны и так далее. Ну, то есть много-много всяких разных вариантов. И все эти варианты означают, что у меня нет такой свободы жить, как раньше. Меня что-то сковывает в жизни, не дает мне возможности быть более активным. Это влияние Сатурна. Во всех этих случаях, да? В этом случае можно принимать, например, таблетку против головной боли? Ну, можно принимать таблетку против головной боли. Это означает, что как бы муха вас беспокоит, да? А вы надели на себя целлофановый пакет. Как бы муха летит, но она тоже, мол, ползает по пакету, но вас уже не так сильно беспокоит. То есть голова, она продолжает так же болеть, но просто вы это не чувствуете, и все. Вы выпили таблетку и думаете, что все нормально. На самом деле, как бы, ничего нормального нет, потому что голова от этого лучше не стала. Вы просто отвлеклись от боли, и все. Вы обманули сами себя в это время. Но деваться некуда. Голова болит. Надо пить таблетку или что-то делать, чтобы она не болела. Если вы не знаете... Что же робить, да? Сейчас объясню, что делать. Когда идет вот такое влияние тяжелая Сатурна, то я вам предлагаю несколько вариантов действий. которые могут дать результат, которые вам могут подойти. Все эти варианты означают аскезы. Первый вариант действий — это неподвижные позы какие-то. Есть поза алмаза, допустим. Если вы читаете молитву, вот так садитесь на колени, на ягодицы, вот так садитесь на ягодицы, сидите неподвижно, долго, то сначала все тело начинает затекать. Что значит затекает тело? Это значит, что тонкие канальчики, которые находятся в теле, они сталкиваются с энергией Сатурна. И возникает эффект онемения. Если человек повторяет молитву и верит, что у него все будет хорошо, и при этом он должен в это время со всей силы стараться расслабиться. Когда тело затекает, страшно становится, человек, наоборот, напрягается от этого. Но надо, наоборот, пытаться расслабиться. Когда человек все-таки с помощью мысли о святом человеке, с помощью мысли о возвышенном, они очень сильно дают такую легкость или чистоту, и эта энергия, она может начать сделать так, что вы привыкаете к этой энергии, вот этой вот онемения. И у вас возникает интересный такой феномен. Ну, вроде бы кажется, что если тело онеменно было, дальше оно просто развалится, да? А происходит все наоборот. После онемения неожиданно тело начинает расслабляться и как будто выходит на другой уровень жизни. Вы начинаете чувствовать легкость во всем теле. Такое ощущение, что как будто вас пробило куда-то. И вот это через аскезу, когда вот так пробивает, то вы таким образом что делаете? Нейтрализуете тяжелое влияние Сатурна на свой организм. Я занимаюсь этим сейчас каждый день. У меня сейчас Сатурн зашел в дом, связанный с моим телом. Это называется асцендент. То есть он будет там находиться два с половиной года. А у меня так устроен организм, что любая поездка, все, что я делаю, все это отражается на позвоночнике. И если я, допустим, не буду неделю сейчас по полтора часа в день заниматься йогой, то тогда я даже не смогу согнуться. Просто реально у меня деревенеет позвоночник. Я даже не смогу согнуться, вот до земли достать. Понимаете? И каждый день мне приходится полтора часа, вот период сгибаться назад, чтобы эту энергию из организма убрать. У меня нормальный организм, мягкий, хороший, работоспособный. Все хорошо, нормально работает, все классно. Вот. Только потому, что я совершаю эту аскезу. Если бы я ее не совершал, сейчас было бы все иначе. У меня был напряженный взгляд, скованное тело, вот такое. Как можно определить, как долго лежать в ходу, когда ты не совсем не можешь? Понимаете, то, что вы совсем не можете, означает, что ваш ум бунтует. Чтобы он не бунтовал, для этого надо думать о Святом Человеке и вкладывать свою волю и желание в свою молитву. Молитва будет вам давать энергию, которая будет идти в тело в том числе. Терпеть ничего не надо. Надо думать о святости и расслабляться. Чем больше вы сидите, тем сильнее концентрация. Потому что само вот это вот напряжение в теле, вот эти вот онемения, оно вызывает очень сильную концентрацию. Если вы эту концентрацию направите на святость, то у вас молитва станет в пять раз концентрированной. И она даст энергию счастья назад. Эта энергия счастья начнет расслаблять тело. И эта энергия пробиваться сквозь канальчики начнет. И в этот момент вы почувствуете, как тело расслабляется, головная боль проходит, все раскрывается, расчищается, как будто вы заново родились. Потом нужно постепенно выйти из этого положения, и следующее какое-то, и также через это положение пробивать канальчики. Несколько положений тела в день, и ваше тело уже не находится, и психика не находится под влиянием сатурна целый день. А потом на следующий день опять то же самое вы делаете. И так каждый день, пока этот плохой период не проходит. Когда он проходит, вам уже не надо так сильно напрягаться, для того чтобы восстанавливать себя. Второй вариант — это задержки дыхания. Человек просто, ну как бы, ну есть техники, надо изучить их. Человек вдыхает, и потом медленно-медленно выдыхает. Или раз и задержал выдох, не выдыхает совсем, потом дальше начинает выдыхать. Задержка дыхания на выдохе освобождает от плохого влияния сатурна. Если у вас болит голова, если вам тяжело, слабость, вы задерживаете дыхание на выдохе, и у вас освобождается организм от влияния сатурна плохого. Следующая техника — это пост. Например, когда Сатурн влияет плохо, тяжело, то помогает пост на сырой пище. Просто человек одну сырую пищу ест, и у него раз, и тело прочищается, каналы станутся крепче за счёт праны, идущей из пищи. И он легко себя чувствует, хорошо, у него проходит тяжесть. Как долго это происходит? Ну пока вот это плохое влияние сатурна идёт, вы кушаете, а потом почувствовали, что вам это не надо уже, и закончили. Всё же по самочувствию определяется. Да? Нет, это уже другое. Я вам вот перечислил все проблемы, связанные с сатурном. Когда человеку тяжело, слабость, да? Девушка знает это, нет, сатурн давит на неё. Слабость, головные боли могут быть. Вот, женщина тоже спрашивала, это сатурн, правильно. То есть тяжело как бы внутреннюю вот такую скованность. Это влияние сатурна. Она аскезой преодолевается, аскезой. Внутренний аскез. А когда человек не совершает аскезу, то это плохое влияние сатурна приводит человека к собственной неполноценности, осуществлению, что я как будто неполноценный. У меня мало сил, у меня мало воли, у меня мало возможностей. И вот это приводит к такому как бы стрессовому состоянию. По факту, плохое влияние сатурна может привести к настоящему стрессу человека. Если он имеет целью жизни просто жить комфортно и радостно, и нормально, чтобы все было хорошо, а такой жизни нет, то человек может прийти к стрессу. Он может думать, что я какой-то ненормальный. Все как нормальные, как люди живут, а мне постоянно тяжесть, мне тяжело, мне плохо. Ну что это такое? Хоть удавись. Вот. То есть... Непонятно слово какое-то, да? А? Кутируем, кто у нас сатурн. Кто под Сатурном? Кто под Сатурном? Да, 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 да. Вы точно? Я под Сатурном? Да, у вас сейчас ляет Сатурн тяжелый. Сейчас тяжелый период. Не то, что под Сатурном, это значит тяжелый период идет. Этот период проходит, и как бы все нормально становится у человека. Если вы на хорошее настроение, то он держит просто на молоке, то он не может на... Да, конечно. У вас вы просто на молоке держите? А? Нет, если вы просто... А, у вас смотрите, какая ситуация. Вы на молоке живете, да? Да. У вас очень много огня в организме. Очень много огня. И если вы, ну, одним молоком питаетесь, и вы чувствуете себя хорошо, что происходит? Это молоко нейтрализует влияние огня лишнего. И все у вас, как бы, для вас этот пост нормальный. Но это, знаете, так очень редко бывает. Если бы вы, допустим, не питались одним молоком, у вас же изжога пошла бы там, плохое пищеварение, ну, то есть, такие, как бы, ну, гнев в уме там сильный, и так далее. Вам также подходит и сырая пища, допустим, можете на сыроедение перейти так же. Но не все люди могут так жить. Это просто особенность вашего организма. У вас очень сильная луна, и когда у человека сильная луна, молоко может перевариваться хорошо. А если луна слабая, его переваривать сложно. У вас сильная луна плюс сильный Марс. Сильный Марс дает много огня в организме. А с помощью энергии луны вы это гасите, употребляя молоко. Нет никаких опасностей. Я просто в целом тогда сказал о пластином молоке в целом. Но в вашем случае все нормально.